Сегодня обычное, необыкновенное собрание, на котором мы с вами поговорим сразу о нескольких событиях, которые произойдут или происходят на этой неделе. Буквально сегодня-завтра многие наши родственники, многие друзья, наши знакомые внимательно смотрят, что мы делаем относительно нашей веры и наших традиций. Они наблюдают, что мы из себя представляем. В этот день многие из наших родных будут внимательно смотреть на нашу реакцию, особенно с сегодняшнего вечера, зная, кто мы, зная, что мы исповедуем Ишуа личным спасителем, как Господом и спасителем нашей души. И я хочу сказать, что мы должны быть светом в этом мире. И как сегодня вечером зажжется первая ханукальная свеча или свет, мы также должны зажигаться светом каждый день. Ханука для нас это не единоразовое состояние один раз в году, это жизненный процесс, который мы называем освящением. В прошлый шаббат я уделял много внимания теме единства в теле Мессии с другими общинами, другими христианскими церквями. Не только в этом городе, а также и в стране, за рубежом, особенно в Израиле. Я приглашал всех нас присоединиться к общей ходе в честь празднования Рождества Христова по западному календарю. Конечно, я поддерживаю это малое начало евангельских общин города Одессы. Я очень поддерживаю их нежелание сказать о себе. И я благодарен Богу за наши отношения. Но я также хочу заявить, что анонсированные СМИ в поле, в информационном поле города, что этот месяц является солидарностью празднования 500-летия реформации патистанских церквей и еврейской, одесской, еврейской мессиарской общине, ничего общего с нашими целями единства не имеют. О чем я говорю? На сайте Думская было сказано, что евреи города Одессы и протестанты Одессы будут праздновать совместно Рождество. И также проходящие до конца января, 25 января, праздники априори заявив о том, что все евреи и все протестанты. Друзья, хочу сказать, что на самом деле мы как составляющая часть единого общества Мессии тут на земле всегда готовы поддержать начало или желание апротестантских общин, благовестий народа. И мы всегда участвуем в особенных событиях, которые происходят в городе. Но я хочу сказать точно, что мы не разделяем реформацию Лютера без покаяния перед еврейским народом. Мы не поддерживаем реформацию с той, что она является лишь историческим началом для перемен, для общества. Реформация, с точки зрения которой я вижу, это в первую очередь изменение сознания благочестия перед Богом, свобода вероисповедания и практика библейских ценностей без преследования извне. Я называю это реформацией. Когда у нас есть свобода исповедовать Ишуа Мессии как личного спасителя, и никто нам не мешает в этом. Поэтому каждый из нас, имея право на свободу, может сделать выбор, участие в проводимой акции в честь Рождества Христова 25 декабря, либо это будет 6 января, какая разница. Говоря о данном Рождестве, многие меня могут спросить. Ребе, пастор, вы сами празднуете Рождество, как другие христиане это делают? И я скажу мой ответ простой. Нет. Мы не празднуем с теми атрибутами или с теми намеками, какое имеет историческая церковь в данном контексте. Мы вспоминаем рождение Мессии, так как без его рождения не было бы воспоминания о его смерти и воскресении из мертвых. Мы вспоминаем о том, что пришел в этот мир свет, и этот свет сделал нас сильнее, приблизил нас к Богу и дал нам надежду в нашем спасении. Как мессианская община у нас нет традиции на 25 декабря или 6 января праздновать этот праздник, установленный в таком, знаете, историческом контексте церковными традициями. У нас нету этих традиций, и этому есть свои причины. Но я хочу говорить и сказать, что мы используем эту возможность, которая предоставлена нам западным и восточным христианством, для того, чтобы благовествовать людям и говорить им о спасении, о возможности приблизиться к Богу и изменить свою жизнь. Вы можете задать вопрос, а как вы это делаете? Как вы вообще вспоминаете Рождество Христово? Что вы делаете в данный момент, когда мы говорим, родился Мессия? Могу ответить лично за себя. Ведь где два еврея, там всегда три мнения. Как лично мы? Верю ли я в то, что Мессия родился? Да. Я верю, что Ишуа родился. Какой день? Это уже как бы вопрос истории. Для меня важность того, что в этот мир пришла надежда для нас, евреев. Мы его ожидали. И он стал спасителем всего мира. Исторически я знаю точно, что первые ученики Ишуа вплоть до 354 года нашей эры не имели такой практики по нескольким причинам. Они не праздновали Рождество Христово по нескольким причинам. Первая причина – это не практиковалось в иудейской религиозной среде. У евреев не практиковалось дни рождения. Второе – это не так значимо было для первоапостольской общины. Для них спасение людей, проповедь Евангелия, причастие, вспоминание о том, что сделал Мессия, намного было важнее, нежели его рождение. И есть в Писании, где говорится, день смерти – лучший дня рождения. Понятно, что человек рождается на скорбь. Но каковы были в то время ранние еврейские практики? Что практиковалось? Я зачитаю из исторических таких фраз, с которыми согласны многие теологи, ученые. Еврейский историк I века Иосиф Флавий отметил, что еврейские семьи не праздновали дни рождения. И он писал, мало того, в самом деле закон не позволял нам сделать праздники при рождении наших детей и тем самым позволить себе по данному случаю чрезмерное употребление алкоголя. Иосиф Флавий пишет, «Мы говорим о церкви, мы говорим о ранней церкви, и уже после реформации, после того, когда же ввели некое празднование дня рождения Мессии, один из отцов церкви именем Оригон или Ориген, вот что он пишет, «И всех святых в Писании никто не замечен в сохранении празднования или устраивающих большой пир на его день рождения. Это делали только грешники, такие как фараон Ирод, которые делали большие гуляния в честь дня, в котором они были рождены в этот земной мир». Начало именно таким образом. Я понимаю, что через многое время люди, которые приняли этот праздник, и это пошло тысячи лет, оно устоялось как традиция, которой мы следуем по всему миру, которая напоминает нам, хотя бы какой-то один из дней вспомнит, что Мессия родился. И таким образом, что утвержденный в IV веке праздник стал нелегитимным в априори своем. Потому что так не поступала первоапостольская община изначально. Но стоявшиеся в течение тысячи лет своих различных практик и традиций, в которых мы живем, остаются живы в этом мире. Верю ли я в Рождество? Я верю в рождение Сына Божьего в этот мир. Да и аминь. Я хочу сегодня с вами поговорить об этом, о том, что для нас это значит. Что для нас значит рождение Мессии в этот мир. И как реагировали на это две тысячи лет назад. Я попытаюсь вкратце это сделать. Поэтому это было всего лишь мое вступление, мою проповедь, которая очень будет странно звучать. Звезда Валаама. Очень интересная. Потому что мы с вами откроем местописание. Это Матфея 2 глава. Чаще всего на христианских или во время празднования Рождества Христова читают Луки. Потому что там очень много описано. Но сегодня по причине, что я хочу говорить о других людях и другом понятии о Рождестве, показать вам о поклонении Мессии. Что произошло? Тогда я буду зачитывать Матфея 2 глава. Но сперва подумайте о том, что само рождение Мессии в этот мир произвело нечто особенное в ту минуту, когда он родился. С его приходом на землю пришло и само понимание, реальное понимание поклонения перед Богом. Что я имею в виду? Лука 2 глава, 13 стих. Внезапно явилось ангелам множество воинства небесного, славящие Бога и взывающие слава Вышне Богу и на земле мир в человеках благоволения. Поклонение пришло к реальным образом, сверхъестественным во время его рождения. Но как я говорю, сегодня мы будем говорить не о самом рождении, а будем говорить о людях, которые пришли поклониться Мессии. Без фактически многие люди празднуют праздник Рождества, но празднуют его с какими-то же новшествами, елками, подарками, кучей и так далее. Все, что, например, для меня, как верующего человека, как из детства, я к этому относился очень странно. Меня это всегда пугало. Меня всегда это настораживало. И куча, и посева, и Новым годом поздравляю, все заклинания, всевозможные, нужно от людей было отречься и все остальное. Поэтому я говорю о поклонении Мессии как царю Израиля. Итак, Матфея, 2 глава, 1 стих. После рождения Иешуа. Важно заметить, я буду говорить некоторые моменты, я буду указывать на то, что я вижу. Важное слово, после чего она сказала, что он родился после его рождения, не во время его рождения. Замечайте, после его рождения в Иерусалим пришли мудрецы с Востока. Наверное, были персы, потому что, фактически, там персидское царство еще тогда было в действии. Они спрашивали людей, где новорожденный царь евреев? С чего это? Люди с Востока пришли спросить, где родился царь Иудейский? Мы видели его звезду на Востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Царь созвал к себе всех первосвященников, учителей закона, и спросил их, где должно родиться Мессии. И вот в мапе это он. Вроде бы Израиль ждал Мессию, и тут он спрашивает, где должен был он родиться? Люди с Востока приехали, или пришли, чтобы воздать честь царю евреев. В иудейском Ифлиеме отвечали ему. Об этом написано у пророков. И вот они читают Михея, пятую главу. «И ты, Ифлием, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди глав городов Иудеи, потому что из тебя произойдет вождь, который будет пастырем народу моему Израилю». Пророческое действие, что такой Мессия, такой царь родится в земле Израиля. Посему Рождество является Рождеством еврейского Мессии. Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Это также показывает нам, что они пришли после рождения Ишуа. Он послал их в Ифлиеме с наказом. Идите и тщательно все разузнайте о младенце. Очень важное место здесь. И слово младенец. Мы привыкли на русском языке, что младенец – это маленькое дитя. Но здесь стоит не новорожденное дитя, а младенец, которому… Там слово такое, греческое слово, которому приблизительно от 9 до 18 месяцев. Очень важно. Потому что то, что мы видим иногда, строят вертепы, Мириам, далее, Мария, Иисус, Иосиф, волхвы, бараны, козлы, коровы и пастухи. Все вместе, как бы, взято. Я покажу, что это совсем не то, что мы все представляем. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы я смог пойти поклониться ему. намеренно сказать о том, что я бы и вас хорошо бы порешил за эту новость. В выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла перед ним, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. То же слово используется. Не новорожденное дитя. Увидев, где звезда остановилась, мудрецы очень обрадовались. Они очень обрадовались. Наконец-то свой путь, который они проделали, совершается. Вот он, вот это место, где есть младенец, где есть царь иудейский, где есть царь евреев, и их сердце переполнилось радостью с этой встречей. Когда они вошли в дом, заметьте, когда они вошли в дом, не в ясли, не в сарай, когда они вошли в дом, увидели младенца, опять же мы говорим, тот младенец, которому от 10 до 18 месяцев, и его мать, они поклонились ему, поднесли ему подарки, золото, ладан и смирну. Ночью, во сне, они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Итак, знаете, вот в этих последних строках, или же в нескольких стихах, я заметил, что эти люди пришли с Востока с единственной целью – поклониться. цель их была поклониться. И мне хотелось бы показать три вещи о поклонении, которые мы можем заимствовать этих волхов. Первое. Их поклонение было намеренным. В ожидании они намеренно и шли на поклонение царю царей. И я вам объясню об этом немножко. Другими словами, они, проделав длинный путь, имели величайшее ожидание от того, кого они увидят. Почтение царю. Что можно сказать в этих личностях, которые прошли тысячу километров? первое – то, что они точно были не евреями. Они не были евреями, они были астрологами, астрономами, или астрономами, как запутаться, астрономами, или… математиками, наверное, заклинательными. они были волшебниками, так как общались в духовном мире. И важно также подчеркнуть, что эти волхвы были верующими в Бога Израиля, Бога евреев. Я вам покажу, почему. Перед тем, как мы дальше пойдем, откройте со мной место Даниила, 2 глава, 2 стих. «Велел царь созвать тайневедцев, гадателей, чародеев, халдеев, или там же другое слово используют, как волхвы, чтобы они рассказали царю сновидение его, они пришли и стали перед царем». Мы видим эту ситуацию, которая проходит на востоке. Вот это примерно группа людей, или из этих людей, потому что фактически колдовство, или же там волшебство, мудрость, или же там астрономия, вычисления по звездам передавалось из рода в род. Понимаете, да? Передавалось как некая ценность, за которую можно было жить, содержать свою семью. Не судите вообще-то о них строго, пожалуйста. Ведь все мы духовные люди. Вот все мы духовные. То есть мы созданы духовно, мы ищем духовно, мы всегда хотим сверхъестественного в нашей жизни. Поэтому судить людей, которые не знают десяти заповедей, не следуют Божьим законам, которые не принадлежат еврейскому народу, избранному народу, невозможно, потому что они все равно духовно, душевно искали некого откровения свыше, что делать со своей жизнью. Так же самое сегодня многие люди, которые не знают Бога, обращаются к колдунам, гадателям, предсказателям, и их нельзя судить, потому что мы хотим знать, что мы можем с себя представить, что мы хотим иметь в этой жизни. поэтому эти люди искали Бога. Могу давать так же, чтобы по исходу израильтян из Египта, вы помните, когда Израиль выходил из Египта, там тоже были свои волхвы, тоже были чародеи свои, но когда они вышли, что-то произошло особенное. Давайте вспомним человека по имени Валаам, человек, взял Валаак, царь, чтобы он стоял перед Израилем и проклинал его. Нужно быть таким колдуном и таким волхвом, чтобы фактически проклинать. Представьте такая твоя работа проклинать. Сегодня люди тоже ходят, чтобы проклять кого-то, наложить какую-то и еще проклятили, заворожить и все остальное кого-то. Это не новая штука, но этот человек был весьма сильным магом, наверное, сказать, чародеем, своего рода пророком-предсказателем, и когда он вышел, когда он вышел напротив Израиля, вдруг Валаам место проклятия, произносит пророчество, где упоминает о звезде Израиля. Мы, может, не замечали никогда, но хочу что-то вам показать сейчас. Число 24, глава 17 стих. Когда Валаам вышел, он вместо проклятия начал говорить пророческие слова. Якова его, но ныне еще нет. Кого видел? Кого видел? Израиль, он вот, он перед тобою, но он говорит, вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля, разит князней Моава, сокрушает всех сынов Сифовых. Пророчество очень-очень сильное. Пророчество будущего не только Мессии, а царя, который царствует сильно, жезлом. Царь, который покорит народы. Слово сказанное в будущее. Персы, конечно же, покорили Моав. Изучая ветхую историю, или же древнюю историю Востока, мы всегда знаем, что завоеватели, цары, они брали и не уничтожали все подряд. То есть они разрушали твердыни или дома, или еще капище. Но все исторические данные, которые были записаны о людях, об истории, они брали в свою библиотеку для того, чтобы изучать, чем жили их враги. И чтобы не повторилось того же, что можно было перевернуть, сделать переворот. Изучения всегда были. То есть велась библиотека, велась такая историческая справка о тех людях, которые жили до этого. Фактически мы понимаем, что порочества также могли бы попасть в руки перцев, которые перечитывали об этих вещах. А волхвы, которые жили в Масапетами, их интересовало будущее. Возможно, это была записка найдена в том числе и о этом пророчестве об Израиле, об том, чтобы Израиль станет сильным. И знаете, самое интересное, что если люди говорят, что этот человек, который сильный в проклятиях, вдруг он под воздействием Бога евреев стал пророчествовать, то насколько силен Бог евреев и что Бог приготовил с этим народом для всех нас. Нужно думать. И вот в этот момент, я думаю, что для нас важно помнить, что ничего не остается в забвении. И если мы посмотрим, исторически всегда были эти люди, которые приносили письма царям, записи прошлого или будущего. Символом власти евреев, который поднимался, должна была быть звезда. И это как раз вот здесь зацепка. Нам также не нужно забывать, что в Персии была такая еврейская царица, как Исфирь. Как ее имя, как переводится? Звезда. Некое такое странное имя. И вдруг во время того, как захотели убить всех евреев, уничтожить, Бог с сильной рукой спасает через Исфирь, через звезду, спасает весь народ. Странно же, правда? Нам также не будем забывать о Данииле, Сидрахе, Мисахе, Авдинаге, которые жили в той же стороне. И что Бог делал с ними, выводя их из печи, освобождая от когтей львов, все это оставалось в записях. Все это оставалось в истории. Все это потрясало людей, которые пересматривали, перечитывали и думали, что дальше будет. Даниил пророчествовал о пришествии Мессии, что через 483 года примерно придет в Машеях. И фактически это свершилось в точности. Ишуа вышел в свое служение в 30 лет. И это время как раз исполнилось во времена его служения, когда он начал служить. Мы знаем, что число 30 это важное число для многих служителей. Иосиф, Даниил, об этом говорят исторические еврейские мудрецы. все эти явления, обстоятельства заставляли этих персидских мудрецов собрать все вместе. И когда они увидели звезду, которая засияла, они поняли, вот оно, порочество Валаама свершается на наших глазах. Они взяли своих арабских скакунов или же персидских скакунов, они не двигались на своих верблюдах, как часто это хотят показать. Я не против верблюдов, я не против кораблей, пустыни и все остальное, но я знаю, что люди, которые богатые, которые имеют что-то принести, они не придут просто караваном, они будут идти на самом лучшем. и фактически арабские скакуны или же персидские, они были самые лучшие. Получив более точное предположение для рождения царя иудейского, они пришли в дом, они пришли в дом, где увидели ползающего младенца, а не новорожденного дитя. Так что хочу разочаровать многих братьев христиан, что если вы ставите на в рождественскую панораму младенца новорожденного Иисуса Ишуа, пастухов и волхвов, вы очень глубоко ошибаетесь. Вы очень глубоко ошибаетесь. Волхвы не присутствовали при рождении Ишуа. Они даже не были при его обрезании. Наверное, не могли, наверное. Поэтому хочу сказать, что история Рождества это история времени и поклонения. Смотря на их стремление, волхвов, прийти, найти мессию, мессию Израиля. Которые в свою очередь не ожидали его. Они просто понимали, что то-то особенно произойдет. Они преодолели такое количество километров, чтобы отдать честь тому, о котором было сказано за много-много сотен лет. Мой вопрос сегодня к нам всем. А что может заставить нас, когда на улице минус 10, а в зале плюс 15 прийти на собрание? Что может заставить нас, когда мы живем в нескольких кварталах от общины или чуть дальше, и мы с небольшой охотой поднимаемся и опаздывая на собрание, приходим для чего? Если эти волхвы преодолели так много препятствий, ситуаций, в ожидании пришли поклониться и дать честь тому, кто был пророчески возвещен, что для нас его Рождество, что для нас значит его рождение, что мы можем принести для этой встречи, что конкретно? переполняет ли нас эта радость, когда мы входим в дом, где находится Мессия? А он сказал, я буду там везде, с вами, двое или трое собрались, я буду там, влечет ли нас эта радость, стремление прийти и поклониться перед Богом, стоять перед Ним. Он тут с нами и не только по праздникам, не только на Ханаку или Рождество или Песах, он всегда с нами. Если они приложили столько стараний для того, чтобы быть в его присутствии, могу ли я, как пастор служит и попросить вас, может быть, меньшего? Опросить чтобы наши сердца были открыты, когда мы входим в дом Господень. У всех нас должно быть радостное переживание в то время, когда мы думаем о той встрече с Ним и в собрании его народа. Я знаю, что у нас, у каждого из нас есть личное отношение с Богом, но также я понимаю и прекрасно вижу в Писании, что нечто большее происходит, когда собирается его народ на собрании вместе, и Бог говорит, я буду находиться в присутствии народа моего. И если мы все собираемся вместе с ожиданием радостной встречи с Мессией, в этом его Рождество, тогда я вам хочу сказать, что наши ожидания не того, что мы ожидаем, что он приходит, а мы приходим туда, где он уже есть, мы заходим туда, где он есть, с радостным переживанием, открытым сердцем, поклониться ему, то я вас уверяю, что бы мы ни попросили, мы получим. Поклонение это то, к чему мы призваны, каждый из нас. Я хочу об этом говорить. Второе состояние, это физическое выражение поклонения, физическое выражение поклонения. Матфея 20, 10 говорит, увидев, что звезда остановилась, мудрецы очень обрадовались. Вот это слово очень, там в других периодах необычайно обрадовались. Еще период говорит, они возрадовались радостью весьма великой. Можно сказать, ну, людям стало хорошо. Вот они пришли и сказали, фу, дверь уже есть. Все, слава Богу нашли. Нет, когда они пришли, зашли в дом и вот даже до двери, они возрадовались радостью весьма великой. Как это сказать еще? Есть радость, есть радость в радости, а есть радость в радости великой. Некое выражение, которое мы с вами, может быть, иногда не понимаем. Когда они вошли в дом, увидели младенца и мать его, они поклонились. Другими переводами говорят, они упали лицом вниз. Ниц пали. И там слово используется, они распрострелились, то есть, как бы, упали лицом вниз, намертво. Даже такое чувство, которое они поклонялись с переживанием. Я не знаю, друзья, понимаете ли вы или нет. У меня есть десятимесячный внук. Десять месяцев. Я его не сравниваю сейчас с Рождеством абсолютно. Ему десять месяцев. И каждый раз, когда приходил в дом моего сына, и мои глаза встречались с глазами Натаниэля, меня не потрясало, меня что-то не наполняло, я не падал ниц, не поклонялся моему внуку. Я хочу, чтобы вы пережили что-то, чтобы вы поняли, что что-то произошло, когда они достигли цели, когда они увидели что-то в это время с ними произошло. Это радость, переживание, они пали ниц и поклонились перед младенцем. Может быть, это время пришло и для нас, чтобы мы понимали, что мы приходим в дом, где находится царь, где есть Бог. Может быть, и это время его посещения что для нас Рождество? Я хочу честно сказать, в один день всякое колено преклонится земных и преисподних. Миллионы, миллионы людей падут ниц. и каждый миллионер, каждый богатый, каждый школьник, каждый служащий, рабочий, священник или нищий, они поклонятся. И я хочу вам сказать, ради Бога дайте себе эту возможность. Ради Бога позвольте ему посещать вас. Ради Бога позвольте Духу Святого наполнять нас. Может приходит время нам не напрягаться, когда мы приходим на собрание, а чтобы Он действовал, чтобы мы сокрушались перед Ним, падали на колени. Я вам скажу еще несколько мест писаний, которые подтверждают некое выражение того, чего я говорю, физическое проявление поклонения. Псалом 46-2 говорит, «Восплещите руками все народы, воскликните Богу голосом радости». Крикнуть можно, воскричать. Иногда люди думают, что он там кричит. Когда Саша молится, кричит, «Аллилуйя!» Псалом 94-2 «Пристанем лицом его со славосломием и в песнях воскликнем его славословие и воскликнуть ему». 6-й стих «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени перед лицем Господа Творца нашего». Псалом 133-2 говорит, «Воздвигните руки ваши к святилищу и что благословите Господа». Может, вы не привыкли в таком собрании так делать. Может быть, где-то мы застыли немножко в наших чувствованиях. Может быть, это обстоятельства нашей экономики, ситуации. Может быть, когда мы были более богаче, более роскошно жили, мы могли себе позволить руками раскинуть, «Аллилуйя!» крикнуть. Может быть, это наше состояние такое, но я хочу вам сказать, мы должны сделать большее. Я так же, как и многие из вас было в общине, где брали сборник и пели сборника. Я так же, знаете, был без эмоций, потому что понимал, что так положено. Но однажды я попал на молитву за Украину еще в 80-х годах, где моя жизнь поклонения Богу, она изменилась. где я увидел свободу людей, которые падали на лицо свое, плакали, славили Бога, благодарили за Его милость. После этого я попадал в маяки, где было пославление, поклонение, чудеса происходили. Позже мы переехали в Соединенные Штаты, я попал в мессианскую общину, где я увидел еще поклонение другого образа, которое просто захватило меня и видел, как выносили торы, славили Бога, танцевали, радовались. И я понимал, что я никогда не могу вернуться обратно, каким я был. Далее мы попали в общину, где люди на собраниях высказывали свое благодарение Богу, знаете, восклицаниями, танцами. Некоторые падали и плакали перед алтарем, то есть вот здесь вот выходили, не боялись. И знаете, что-то было искренне, искренне. Я думал, что это может быть какой-то, ну, знаете, балаган такой, искренне. Я видел людей, которые часами стояли на коленях поднятыми руками, текли слезы и понимал, что с ними общается Бог. Время поклонения для нас открыто, без стеснения. Главное, чтобы мы понимали, куда мы пришли, к кому мы пришли. Чаще всего мы придем на собрание и будем ожидать Бога, когда Он придет. Друзья, нам нужно изменить наше мышление. Он здесь. И когда мы приходим с ожиданиями нашей встречи с Ним, о том, что я радуюсь, что Бог со мной будет говорить в общении с людьми, что-то произойдет. Последнее слово такое, которое я использую, эстравагантное поклонение. Не-не, не думайте, я не ругаюсь или там начал говорить каким-то иностранным языком. в нашей суете, в наших проблемах мы забыли такое, знаете, благородное слово, как эстраваганция, да, эстравагантность. Я посмотрел специально в энциклопедии, что это слово значит, потому что такое слово, как будто мы опять вернулись в царское время одни в сись интеллигенция, да, такое слово используем. Но это слово означает стремление быть необычным. Желание выделиться из толпы. Вы скажете, эй, эй, христиане не выделяются, и особенно мессианские евреи, пускай сейчас тихонько сидят, не выделяются из толпы. Мы забыли, что такое эстравагантное поклонение, склонность к экстремальным формам поведения, связанным с необычным стилем жизни, а у нас необычный стиль жизни. Мы свет этому миру. Вы понимаете, наша жизнь изменилась, нам есть, что сказать людям, у нас есть так много сказать людям, и чаще всего мы как серые церковные мыши. Это в нашем стиле, да, вот это все. оригинальное воспринятие окружающей реальности. Матфея 2, 11. Поднесли ему подарки золото, ладан и смирно. Он начинается сговорить за золото. Друзья, все эти богатства они принесли с пророческим предназначением. Золото, царственный чин, ладан, символ божественности, смирно, символ смирения и погребения. Почему все это они принесли? Я думаю, что многие скажут, они как бы пророкически говорили или там как бы думали и принесли поэтому эти дары. Я не знаю, но когда я был в Иордании, изучал историю Иордании и географии и тому подобное, там одна есть старинная дорога, называется Царская дорога. Это был путь, где торговцы перебегались с юга на север, торговали и так далее. И персы приезжали туда, потому что это был торговый путь, которым в ветхий мир пользовался. Вы знаете, что они привозили на торговлю? Сюда привозят тем, чем земля богата. Торгуются тем, что есть в изобилии, хочется продать хорошо, они привозили золото, смирно и ладан. Другими словами, эти люди принесли все самое дорогое в их жизни. Вы слышите? Нет? Они принесли тем, чем они были богаты. А мы с вами что приносим? Давайте посмотрим, что мы приносим. Чем мы богаты? Временем, нашими способностями, нашими дарами, может быть, финансами, служением. Что именно мы приносим, когда мы приходим на встречу с Богом? Это Рождество, правда? Мы говорим о рождении Мессии. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Матфея 12, 35. Написано, что они раскрыли свои дары, открыли ларцы свои, преподнеся ему дары. знайте, ключ к даянию это поклонение встречи с царем. Когда ты в поклонении, когда Бог покасается тебя, когда ты понимаешь перед тем, что Бог сделал для тебя, ты готов из своего сердца, из своей сокровищности отдать все, чем ты богат и чем ты можешь послужить. Это твой талант, это способности, это может быть и дар, который ты заранее уже заготовил, может быть это финансовое что-либо другое, ты готов отдать, потому что ты стоишь перед царем. Матфея 12, 52 говорит, он же сказал им, потому что всякий книжник, научный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровища свои новое и старое. Он выносит все приобретенное сейчас и то, что у меня может быть старое, мои старые способности, где-то я был хорош, где-то я был уникальным в чем-то, я сейчас другой, но я хочу вытащить все перед своим богом. И знаете, последнее, что меня поразило в этой истории, я, наверное, обращусь ко всем вам, когда они, эти волхвы, при своих возможностях, колдовства, мудрости, ориентировались на знаки, советы людей, когда они, имея пророчество в Аллаама, просили толкование о рождении Мессии. То есть, они знали все, они приходят и говорят, а где точно они, где он точно родился, вот скажите, где именно, в каких писаниях люди иногда приходят с мудростью своей, своими знаниями, своими способностями, и там говорят, а где в Библии написано об этом? Надо узнать в Библии, надо узнать писание. Но после того, как они вошли в дом, где был Мессия, когда они вошли в дом и поклонились, простерлись перед грудным младенцем, поклонились, когда его присутствие, они открыли свои сокровища, тогда они стали слышать Бога. Может, последнее вы поймете. Они имели способности, они, ну, как бы сказать, духовные люди были, они искали всего того и получали откровения, искали у людей многого, и они были сильны, но когда только они пришли в дом, где был младенец, когда они поклонились, открылись ему, дали свои дары, самое лучшее принесли, вдруг Господь стал с ними говорить, с чего я, говорю, в ту ночь во сне они были предупреждены. Если вы хотите иметь откровение от Бога, если хотите, чтобы Бог общался с вами, одна из позиций, мы приходим в дом, где Он есть. Я не говорю за собрание, мы приходим в Его присутствие, мы входим в Его присутствие, где Он находится, мы переживаем Его, мы поклоняемся островогадно проявлениями, мы славим, мы благодарим Богу, мы поклоняемся, мы падаем, что мы переживаем, и мы тогда в это время, когда Он наполняет нас Своим Духом Святым, мы начинаем слышать Бога. Это история волхвов, которая произошла после того, как пастухи пережили встречу с ангелами. Это было после того, когда мать и отец его обрезали. Эта история произошла после того, как они принесли благодарение и жертву за Него в Иерусалиме. Другими словами, история Рождества растягивается на время, а не на определенный час, где всегда имеется переживание с Мессией. Так что для нас сегодня решать и вам решить, что мы отмечаем как мессианские евреи? Что для нас означает Рождество? Я вам сегодня рассказал вот то, что я переживаю. Это не день, это время. Это встреча и поклонение. И сейчас у нас очень есть хорошая привилегия иметь встречу с Ним. Встречу с Мессией. Скажите, каким образом? Равшу говорит так, когда вы это делаете, смерть мою возвещаете, доколе я приду. Участие в хлебопреломлении возможно тогда, когда мы понимаем, что этот Мессия пришел в этот мир, он родился и родился не просто в Библиеме, а родился в нашем сердце. Мы приняли его как обещание от Бога. Что-то удивительное, что-то прекрасное, что-то особенное, что-то уникальное. история волхвов. Часто говорят, пришли мудрецы поклониться Иисусу. Их история меня впечатлила. История, которая базируется на пророчестве дальних веков. И они искали его. Когда-то случится, когда-то произошло, и в тот момент, в то мгновение, как только это стало возможным, они приложили все свои усилия преодолеть тысячи километров, препятствий, изучений, опрашивать людей. Они спрашивают, где родился, где родился. Скажите нам, мы все отдадим ради этой встречи. Почтение Мессии. Мессии. Что мы преодолеваем, когда мы стремимся к этой встрече? Как много людей мы спрашиваем, где он? Как сильно мы хотим этого рождения? и как долго оно продлится в нашей жизни? Сегодня вечером зажгут первую ханукальную свечу. Сегодня христиане западного вероисповедания, или как бы западной части, и католики, и протестанты, скажут Христос на роде все. Этот ли день, другой ли день? Я надеюсь, что я смог донести вам, во что верят мессианские верующие. Какое Рождество мы верим? Ёлкой? Кутей? Калядами? Я не знаю, поздравлениями, деньгами, конфетами, как будто ты пытаешься свою жизнь у кого-то откупить. Наша жизнь уже куплена драгоценной крови Мессии. Посему давайте праздновать в нашими сердцами открытых, в наших сердцах поклоняться Богу. И каждый раз, когда у нас есть возможность в вот таком количестве собраться, на самом деле максимум приложить усилия, чтобы поклониться Ему. Мы сейчас ставим наши ноги. Если вы хотите перемен, если для вас грядущие праздники этого мира хотя бы хотя бы что-то значат или дают вам возможность размыслить о событиях, прошедших 2000 лет назад, я хочу, чтобы вы сделали шаг веры, могли поднять к нему свои руки, если нужно пойти вперед, поклониться, открыть свое сердце, если вы никогда не принимали Ишуа Личным Спасителем, никогда Мессия не рождался в вашем сердце, я думаю, это время пришло сказать Хенене, вот я. Если вы знали о том, что Мессия родился, вы знали, что такое произошло, и вы хотите этой встречи с Ним, наверное, придется многим жертвовать. Многим жертвовать. Нашими друзьями, которые тянут нас в мир. Наверное, у этих волхвов тоже были друзья. Во-первых, я не знаю, сколько их было, этих волхвов, потому что они три вещи принесли, не означает, что их было только трое, правда? Друзья тоже могли отговорить, сказать, а че вы? У нас есть свой личный бизнес, мы же колдуны, мы же делаем свою работу. Зачем вам это надо? Что вы будете с этого иметь? Я не знаю, что произошло дальше с ними. Друзья, я не знаю. И Библия не говорит об этом. Но поверьте мне, от этой встречи они взяли максимум. они своими глазами увидели Бога, который говорил о Нем за тысячу лет этого. Они увидели, что Бог реален. И они поклонились. Аминь. Аминь. спасибо тебе, Абва. Спасибо тебе, Абва. За это время, когда мы можем рассуждать о твоем рождении, когда мы можем вспоминать со слов евангелистов, читая о твоем чудесном рождении в этот мир. Когда ангелы преклонились, небеса восклицали, люди увидели славу твою. И народ, который ходил во тьме, с востока увидел твою звезду, пришел и поклонился. И сегодня на этом месте мы, как народ твой, евреи, и не евреи, соединенный через крест страдания Мессии, Саим, жаждущий дом Иисуса. Мы входим туда, где ты нас ждешь, где ты нас ожидаешь. Господь, дай нам изменить наше мнение, что ты должен прийти к нам. Ты сегодня ждешь нас такими, как мы есть. Все то, что у нас есть. Наши добрые, злые, наши хорошие намерения, может быть, наша жизнь вся как осколки. Господь, возьми и это. В это время зажги надежду Хануги в нашем сердце. и жажда тебя. Я пожаг тебя. Зам и плави львах львах и львах львах и львах Продолжение следует...